Узнать досконально историю мира. Достойно служить интересам России. Давать компетентный анализ событий. Стать героем важной персоны. Вы знаете, обычно оружие, которое висят на стене, они выстреливают во втором акте. А у нас в качестве вот этого оружия, вот книжки, вышедшие ваши в прошлом году, в 15-м, хотел бы прямо с этих выстрелов и начать, если вы не возражаете. — Крушение России, 1917. Я правильно помню, что в 11-м году была книга ровно с таким титулом? — Это второе издание. Та книжка уже разошлась, поэтому издательство решило, что настало время для второго издания. Приближается столетняя годовщина известных событий, февральских, октябрьских. Я, кстати, считаю, что февраль имел большее значение, чем октябрь. То, что именно тогда произошел слом вот этой тысячелетней российской монархической государственности, после чего начался обвал российского государства, и большевики уже на существу убрали власть, которая валялась на улицах. — Да, но большевики создали красный проект, который принципиально отличался от всего того, что было до того. То есть это совершенно альтернативную создали модель развития цивилизации, если мы по цивилизации понимаем западную цивилизацию. — При этом не надо забывать, что сам марксизм был западной теорией, поэтому это была, если хотите, попытка использовать одну из западных теорий. — Да, но это было реализовано на практике. — И тоже, надо сказать, она не полностью была реализована на практике. Идеи Маркса ведь реализовывали в разных странах. Социалисты, социал-демократы всех стран тоже реализовывали идеи Маркса, но нигде эта идея не привела к однопартийному государству и диктатуре пролетариата. То есть это как раз наложение идей Маркса на специфику российской матрицы, из которой вырастали вот такие весьма причудливые формы государственности, очень сильно напоминавшие на самом деле те, которые существовали до этого. — Вот сейчас мы являемся свидетелями того, что Путин пытается реанимировать страну, пытается вернуть ей статус сверхдержавы. Совершенно не понимаю, на кого он опирается. Если мы рассуждены в презумпции того, что российская политическая элита в целом ориентирована на Запад продажно и ненадежно, на кого он может и на кого он опирается? — Ну, во-первых, насчет того, что Путин пытается возрождать Россию, я должен сказать, что у него довольно неплохо получается. — Да, слава богу. — Я просто напомню, что когда Путин стал президентом, российская экономика была 14-й в мире. Мы были меньше голландской, извините. — Сейчас шестая. — Сейчас, ну, скорее, пятая, шестая экономика. — Да, да. Но в любом случае это уже совершенно другая история. Это не Бельгия по своим размерам. Кстати, напомню, что даже Тайвань был больше, чем российская экономика. — Сверхдержава, я не думаю, что Путин ставит такую задачу. В мире сейчас единственная сверхдержава — это Соединенные Штаты и Китай, который имеет потенцию стать сверхдержавой, потому что он уже обогнал Соединенные Штаты экономически. — По объему своему ВВП, ну, естественно, с учетом огромного населения. — На кого Путин опирается? — Знаете, я не согласен, что у нас какая-то сильно продажная элита. У нас есть всегда определенная часть, особенно нашей интеллигенции, которая действительно смотрит на Запад, и свет для них в окошке именно на Западе. — Да, я вас перебью, но политическая элита, тяжеловесы, все время сориентированы как раз вот на эту среду так называемых культурных, тех, которые называют себя интеллигенцией, они все время ждут отобрения, знаете, вот как в Фейсбуке лайков, именно от этой среды. — Ну, я бы тоже с вами не согласился. Наверное, мы в разных средах с вами находимся. Я нахожусь в большей части, ну, если говорить политической средой, это среда все-таки депутатов Государственной Думы. Ну, в этой среде есть пара человек, которые бы подпадали под ваше определение их ориентации. — Ну, как же там есть целая либеральная платформа, там, в общем, не пара. Человек там очень много, причем и есть люди, которые обладают таким же статусом главы Государственного комитета. — Вы знаете, я тоже вхожу в эту платформу, но это не значит, что мы в какой-то степени являемся силой, ориентированной на Запад, или силой, которая считает, что Россия не должна возрождаться как великая держава. Поэтому, конечно, подавляющая часть российской элиты — это опора Путина, ну, и, конечно, большая часть населения Российской Федерации. — С населением как раз вообще нет сомнений. Но смотрите, санкции, они ведь ударили, и рассчитаны были ударить именно по конкретным персонам и по конкретной вот этой прослойке по классу элитаренов. И, ну, мне сложно поверить в том, что санкции были восприняты недифферентно. Люди утратили доступ к своему имуществу. Некоторые, вот Мизули мне рассказывал, что она только по скайпу общается с внуками, не имеет возможности, значит, вот с родными людьми поддерживать коммуникацию. Такую тет-а-тет. То есть, мне кажется, что это серьёзная проблема и раздражение, как, мне кажется, должно быть. — Раздражение против кого? — А вот здесь вот это интересный вопрос. Вот против кого? — Естественно, раздражение против тех, кто вводит эти санкции. Против тех, кто санкционирует. Потому что, конечно, подавляющая часть тех людей, которые оказались под санкцией, они уверены, что их-то дело правое. И что их наказали, в первую очередь, за военные преступления киевского режима. Я всё-таки напомню, что самый большой сегмент санкционированных – это крымская элита. Для которых, ну, это своего рода медаль на грудь, конечно, с точки зрения политических перспектив, электоральных и так далее. То же самое для значительного числа моих коллег. Конечно, это будет плюс в предстоящей избирательной кампании, а никак не минус. Да, это создаёт неудобства. Люди, ну, не то что у всех есть недвижимость. Движимость как раз есть у единиц на Западе. Но, скажем, возможность просто поехать в отпуск на Кипр для них становится уже проблемой серьёзной. Поэтому, да, естественно, есть раздражение. Но это раздражение против той стороны. — То есть оно делегируется тем, кто принимает санкции? — Конечно, конечно. — Ну, вам виднее. Но мне всё-таки кажется, что существует настроение в среде, ну, в эстаближменте, так скажем, такие, что вот многие вещи не надо было делать из тех, что делается во внешнеполитической составляющей. — Ну, есть такие, которые считают, что вообще ничего не надо было делать. Надо было распадаться и дальше. Расслабиться, получить удовольствие от дезинтеграции России на 50 государств и возвращения к границам московского княжества конца XV века. — А как вы относитесь это особенно, это в большей степени вопрос не к тяжеловесу нынешнему, а к вам, как к внуку Молотова, к термину «нацепредатель», который многие проводят аналогии с термином «враг народа», что вот «пятая колонна», «нацепредатели». Вот ваши отношения вообще к этой терминологии? — Ну, я всегда отрицательно относился к любой радикальной терминологии. Я сторонник умеренности и консерватизма. Консерватизм сам по себе не предполагает использование каких-то сильных эпитетов. — То есть, вы считаете, существует пятая колонна? Вот вы понимаете, да, что под этим термином имеется в виду? — То есть, люди, которые работают осознанно в интересах нашего стратегического партнера. — Ну, такие люди, безусловно, есть и в чем есть. — И во власти. — Кто это делает профессионально, что касается российской власти, то, безусловно, таких людей нет. Потому что все-таки все люди, которые находятся во власти, так или иначе прошли проверки со стороны специальных служб, в том числе и с точки зрения возможного сотрудничества с какими-то зарубежными силами. Но то, что американские спецслужбы очень активно работают в Российской Федерации, это, безусловно, так. И официально выделяются средства просто на это. — Бюджеты американских спецслужб, а их два десятка, они колоссальны. И вы думаете, они занимаются чем? — Ну, я думаю, что они занимаются своим делом. — Ну да. — Я так понимаю. — Ну, явно, что это дело не состоит в том, чтобы вот с утра проснуться, попить кофейку и подумать, чем бы еще мы могли осчастливить Россию, которая является нашим стратегическим противником номер один, как записано, собственно, в американских внешнеполитических документах. — Вы знаете, я общался в рамках этого же проекта «Важная персона» с послом Европейского Союза Ушалцксом. И он меня удивил двумя тезисами. Первое, он сказал, что он по своему опыту считает, что наши олигархи очень патриотично настроены. И второе, он считает, что наша пропаганда гораздо эффективнее, чем западная, что мы гораздо серьезнее выступаем на поле информационных войн, чем наши оппоненты. Можете прокомментировать оба этих? — Это интересное, кстати, замечание. Конечно, среди наших олигархов есть очень разные люди. Я знаком со многими. Среди них есть действительно патриотически настроенные, безусловно, люди, которые готовы работать на страну, которые это делают просто. Но значительная часть нашей экономики — это то, что делают наши олигархи, так называемые олигархи. Насчет информационных войн. Конечно, это очень лестный, я бы сказал, отзыв в отношении наших структур, которые занимаются доведением российской позиции вовне. Потому что наши инструменты вот этой мягкой силы, они в сотни, в тысячи раз, просто меньше по численности, и финансируемыми по всему, чему угодно, чем западные средства массовой информации, информационные ресурсы, фабрики мыслей и так далее. Это просто несопоставимая величина. Это значит, что что-то работает с нашей стороны явно более эффективно. — А что? — Мне кажется, что наши СМИ отличаются от западных тем, что там значительно больший сегмент того, что можно назвать правдой. То есть то, что соответствует действительности. Я, знаете, я американист по основному образованию, и там «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», читаю каждый день где-то с 1975 года, наверное. Вот такой ерунды, которую пишут о России, не было никогда, ни в какие годы Холодной войны. Сейчас это просто не имеет никакого отношения к реальности, то, что пишут о нашей стране. О Брежневе там никогда, об Андрофе ничего похожего никогда не писали. И причем здесь еще добавился элемент унижительности и элемент хамства в отношении руководства. Ну, это, собственно, проявляется и в санкциях, о которых мы говорили. Потому что никакие самые жесткие годы Холодной войны, никаких персональных санкций против членов Политбюро, там, ЛЦК КПСС не было. Это, ну, голову никому не могло прийти. Это уже действительно отражение совершенно иного отношения к стране. То есть Советский Союз вроде бы был антиподом, но отношение было уважительное. Да, но советские партийные деятели, они не покупали своим племянницам шале в Швейцарии и апартаменты в Монарк. Нет, безусловно. Они не строили лодки и не расписывались в том, что вообще мечтой является на самом деле пенсия где-нибудь в Провансе или в какой-нибудь европейской... Ну, вы знаете, есть представители советской элиты, чьи, как бы, дети-жены потом оказывались... Потом уже по старту, да. Да, и это всегда, в общем-то... И это произошло уже, естественно, после того, как распался Советский Союз. Но вы правы в чём, что советская элита, она была с этой точки зрения менее уязвима, да, для возможных внешних влияний. Когда у тебя есть недвижимость, счета там и так далее, то степень уязвимости возрастает. Но, как вы тоже понимаете, даже не имея недвижимости за рубежом, энная часть нашей элиты активно участвовала в том, чтобы Советский Союз прекратил своё существование. — Это мотив какой был? Это было понимание, что система идеологического давления и административно-командная система должны быть демонтированы? Или это был какой-то такой меркантильный мотив? Просто хотелось жить лучше? — Нет, я думаю, ничего там меркантильного не было. Люди в тот момент, как раз, когда разваливался СССР, меньше всего думали о меркантильном. Хотя, конечно, хотелось, да, что... Но, во всяком случае, те, кто представлял российскую элиту, меньше всего об этом думал. Для людей это было важно. Вот я уверен, например, если бы там в 90-м году у нас открылись Ашаны, да, по всей стране, то Советский Союз мог и не распасться. Потому что Горбачёв, он проводил реформы. Распад СССР оказался непредвиденным следствием большого количества из этих реформ. — Непредвиденный никем? — То есть цели развалить страну тогда не было, когда реформы запускались, когда говорили о гласности, перестройке, ускорении и так далее, и так далее. Но был сделан ряд шагов, которые объективно к этому привёл. Понимаете, есть разные модели государств. Есть модель, скажем, стран с рыночной экономикой и с демократией, да, на Западе. Или страны без демократии, но с рыночной экономикой в Китае. Всё это работает. В Советском Союзе не было ни рыночной экономики, ни демократии. Это тоже работало. Но Горбачёв решил попробовать демократию без рыночной экономики. Что такое рыночная экономика и её отсутствие? Это экономика дефицита, прежде всего. Когда в условиях, когда в магазинах пусто, вы начинаете демократию, то первый вопрос, который задают люди, звучит как? А где, собственно, поесть? И вот этот вопрос, я думаю, он был как раз решающим для судьбы Советского Союза. Плюс, конечно, Горбачёвские реформаторы, они были во многом шестидесятниками. То есть они были, опять же, носителями идеи вот этого гуманного демократического социализма. Я, кстати, был одним из координаторов, собственно, подготовки программы гуманного демократического социализма. Какие годы? Как раз в годы правления Горбачёва уже последние годы. Но она действительно не включала в себя вот этот элемент рыночности. И это, и с другой стороны, включала огромный элемент такого идеализма в отношении того, что вот мы сейчас начнем говорить истину в последней станции, и тут же все встанет на свои места. На самом деле, ну, начали говорить истину, но все на свои места не встали, потому что экономический фундамент оказался совершенно к этому не готовым. Плюс в этом наборе хороших идей было довольно много идеалистического с точки зрения мотивации той страны. Да, вот сама идея общечеловеческих ценностей, она прекрасна, но государство, Путин, кстати, недавно об этом говорил, они следуют своим интересам. Они не следуют каким-то общечеловеческим ценностям. Всегда интересам. И, собственно, Советский Союз в итоге оказался единственной страной, которая прекратила холодную войну. Все остальные страны просто после этого заполнили геополитический вакуум, который на их счастье вдруг неожиданно образовался на развалинах этой огромной страны. Вы знаете, идеалисты – это все-таки не синоним, слово глупец. Вот мне, допустим, Михаил Валентинович Ковальчук сказал, что Михаил Сергеевич Горбачев был просто глуп. Ну, я не сужу людей так строго, как правило, но я вам точно могу сказать, что, по-моему, он до сих пор не понял, что он сделал. Вы считаете, это не защитная какая-то игра, потому что расписаться в том, что его так обыграли, это, в общем-то, на самом деле для политиков уровня нет. Ну, я не думаю, что это защитная реакция. Он действительно уверен до сих пор, что он прав. Хотя, действительно, каждому человеку свойственно думать, что он всегда прав в каждой ситуации. А в 96-м году была альтернатива Ельцину? Мы же с вами неоднократно говорили на эту тему, что у Зюганова был впечатляющий рейтинг. И вы справедливо отвечали, что, в общем-то, Зюганов бы не смог бы, как вы тогда говорили, не знаю, как сейчас, что вы по этому поводу думаете, не смог бы вывести Россию на верный путь. Ну, прежде всего, и Зюганову бы не дали это сделать. Кто не дал бы? Ну, в спецслужбах со стороны Александра Коржакова были все, как бы, предпосылки для того, чтобы не дать состояться приходу Зюганова к власти при любом цене. То есть они были готовы даже к каким-то силовым действиям? Да, они были готовы даже к силовым действиям. То есть у Зюганова шансы выиграть выбор у него, может, и были. Хотя, опять же, та команда, которая работала электорально, она была со стороны Ельцина гораздо более грамотной и эффективной. Но шансов стать президентом у него, безусловно, не было. Ну, вот в первой части, я считаю, что мы достаточно витально проговорили, условно говоря, о Никонах, о мире, о России. Во второй части мы поговорим о мире, о России, о Никонах. Вы сказали, что вы, начиная с середины 70-х, мониторите основные западные издания, там, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, вообще читаете много. Вас удовлетворяют то, что пишут о Вас, и о Вашем рабочем месте, я говорю про Государственную Думу. То, что пишут про Государственную Думу, про комитет, который Вы возглавляете, про его работу. Вы считаете, эта информация, а, достаточно полная, и, б, достаточно ли адекватная? Ну, я стараюсь всегда очень уважительно относиться к журналистам. И к пишущим. Ну, это же опасно, не уважительно относиться к журналисту. Поэтому, ясно, что люди имеют разные представления о том, о чем мы говорим, о Государственной Думе, о комитете, о моей работе. Это их право иметь такое мнение. Единственное, что я хотел бы сказать, что пишущие на эту тему журналисты, я оставлю за скобками тех, кто профессионально работает, собственно, в стенах Государственной Думы, вообще-то должны немножко лучше представлять себе предмет. То есть, Вы считаете, что уровень компетенции, мы же сейчас говорим ведь не только про отечественных журналистов, но и про западных тоже, он не отвечает предмету? Ну, западные журналисты в Государственной Думе, тем более на заседаниях комитета, в принципе, не бывают. Но западные журналисты достаточно много писали о реформе образования. Может быть, они писали о реформе образования, но явно без понимания того, что там происходит. А что там происходит? Скажите мне, потому что общим местом считается, во-первых, то, что средняя школа, советская средняя школа, там постсталинского образца, это было самое мощное наше оружие. Это даже кто-то из американцев как-то сказал. И второе, что у этого оружия сейчас нет, что мы разужены реформами. Я считаю, что, конечно, не все те реформы, которые осуществлялись, они были правильными. У нас разные проблемы на разных уровнях образования. То есть, если брать, скажем, дошколку, дошкольное образование, вообще мало где есть дошкольное образование. У нас сейчас это уровень образования в соответствии с законом. Там разработаны свои стандарты, и образование ведется на этом уровне. Я не думаю, что где-то в мире это делается лучше. Если мы возьмем наши начальные классы, вот первый, четвертый, то по всем международным сопоставлениям мы в первой тройке. И кроме нас еще из европейских стран туда входит Финляндия. Это кто так решил? Это международные есть сопоставления, собственно, компетенции, знаний школьников, специальные рейтинговые агентства это все проводят. Значит, а вот дальше у нас начинается проседание, которое по международным сопоставлениям оказывается самым большим где-то уже к самым старшим классам. В этом случае, ну, где-то мы попадаем в десятку, где-то мы там в первые пятнадцати, причем впереди нас в основном восточная страна. Сейчас Восток является лидером с точки зрения школьного образования, отнюдь не Запад, не Соединенные Штаты Америки. Почему? На мой взгляд, здесь самое главное – это проблема стимулов. Система ЕГЭ при всех своих очевидных плюсах, главной из которых, что дети из глубинки могут поступить в элитные хорошие вузы, она, конечно, дестимулировала общий образовательный процесс с той точки зрения, что сейчас реально надо сдать очень ограниченный набор экзаменов для того, чтобы закончить школу и поступить в вуз. А это значит, что где-то уже к десятому классу дети ориентируются, чем они собираются заниматься дальше, и перестают учиться по целому ряду дисциплин. Что здесь можно сделать? Ну, здесь можно опять вернуть систему среднего балла аттестата, с тем, чтобы все-таки все предметы и отметки по ним учитывались. Здесь, значит, еще одна серьезная проблема, ну, или увеличить количество ЕГЭ, я думаю, мы к этому обязательно придем тоже. Еще одна проблема. Я выяснил тоже уже на посту председателя комитета, хотя это чувствовал как человек, преподающий всю жизнь, что дети, выходя из школы, стали хуже говорить и хуже писать. И опять во многом, я считаю, это было связано с ЕГЭ и с тем, что было ликвидировано сочинение. Вот в этом учебном, прошедшем учебном году, впервые за многие годы вновь написали сочинение. Я считаю, это очень большой шаг в очень правильном направлении. Мы этого добивались и добились. Но пока, по отзыву учителей, я был в Российской академии образования, когда там шло обсуждение итогов сочинения. Там было больше трехсот преподавателей со всей страны. И все они сошлись на том, что практически ни один из школьников не написал сочинение. То есть это было нечто вроде эссе, но далеко не то сочинение, которое мы с вами писали, когда были школьниками. Я тоже могу сравнивать. Я в УЗИ начал преподавать еще в 1978 году. И тогда дети приходили более подготовленные. Причем это касается многих дисциплин. Потому что даже сейчас преподаватели Мехмата и МГУ жалуются о том, что им приходится доучивать первокурсников тому, чему они доучили в школе. Серьезная проблема. Но рядом системных мер, я думаю, это в принципе можно решить, исправить. Да, надо еще и подкрепить наш учительский корпус. Осовременить вообще весь процесс преподавания. Многое другое. И в значительной степени. Деньги, но не только. Вот, например, серьезная проблема, что содержание образования, оно у нас поплыло. С какой точки зрения? Что раньше был один учебник для всех школ. А это хорошо? По всем предметам. Во всяком случае, ученик, переходя из одной школы в другую, он не испытывал никаких проблем, поскольку известно было, что в четвертой четверти четвертого класса изучаются такие-то предметы и такие-то вопросы. И не было проблем. Сейчас в разных учебниках поплыло это все. То есть что-то изучается по одному учебнику. Ну, сейчас, слава богу, это было так. Действительно, например, было 60 учебников русского языка. Причем разных русских языков. Но проблема в том, что из федерально-государственных образовательных стандартов ушло содержание. И просто какие-то есть предметные области, которые должны быть в учебниках, они есть. Но в одной линейке учебников это изучается в пятом классе, а в другой в седьмом. И переходя из одной школы в другую, попадая в другой регион, дети оказываются в очень тяжелой ситуации. А после этого им надо сдавать один и тот же единый госэкзамен, хотя они учились по разным учебникам. Это тоже проблема. Я не сторонник того, чтобы был один учебник. Я сторонник того, чтобы был конкурс учебников. И на выходе профессиональное сообщество отбирало лучшие. При этом эти учебники должны быть все-таки написаны на основании какой-то общей матрицы. Когда, в каком классе, какие предметы, какие вопросы должны рассматриваться. И даже не столько какие вопросы рассматриваются, а какой результат должен быть получен в результате изучения того или иного материала. Вы образованием своих сыновей довольны? В целом, да. А их выбор? Ну, у меня сыновья... Вы же сказали про выбор. Сыновья учились в разных местах, а самый маленький еще не пошел в детский сад. Поэтому говорить о том, что он может сделать... Я подвожу к старшему, который вот... Рановато. Это комфортная тема для разговора, что он живет в США? Нет, он не живет в США. Значит, неправда пишут, да? Он учился в Соединенных Штатах, действительно, потому что... Написываешь, он гражданин США? Моя первая супруга, она просто вышла замуж за американцей. Они уехали в Соединенные Штаты. Он там закончил университет и вернулся. И как раз он живет в Москве и работает, безусловно, нет. Я считаю, что как раз его американское образование было достаточно неважным. Он учился в Ohio State, ну, по месту жительства отчима. Но, на мой взгляд, то образование, которое он мог получить здесь, было значительно лучше. Они общаются между собой, ваши сыновья? Или это слишком большая разница? Нет, они общаются, очень хорошо общаются, дружат. А невестки, у вас же две невестки, нет? Одна. Одна всего. В июне 2015 года, я помню. Официально есть одна невестка, да. Довольны выбором? Да, я довольна выбором. А вы отец, который вообще вот в эту сферу жизни детей, насколько сильно, как бы, какой здесь глагол употребить? Насколько сильно мониторит, так скажем? Не сильно. Я считаю, что это дело детей. А они вот осознают себя правноками вашего великого предка? Ну, да. То есть, им это рассказывалось, как вот они узнавали, что они имеют, что у них есть гены Молотова? То есть, на каком этапе и как это подавалось? Ну, я думаю, просто из портрета, который висит у них там дома. Естественно, что подавалось, ну, как? Естественно, я рассказывал о своих родителях, о деде. И с одной стороны, и с другой стороны. У вас когда-нибудь с кем-нибудь, я и говорю сейчас не о политических оппонентах, а из людей, с которыми вы общаетесь, опять же, не по работе, а, не знаю, ну, то, что называется в быту, когда-нибудь были конфликты или неприятные разговоры по поводу того, что Молотов – это там соратник Сталина, тирана, бла-бла-бла? Ну, это бывает. Например, последний эфир с Познером, с Владимиром, он довольно жестко меня по этой теме спрашивал, но… Это все-таки был профессиональный интерес, а вот я имею в виду… А что касается в быту… Вот может это быть в каком-то застолье, условно говоря, кто-нибудь вам в этом… Тоже, знаете, есть такое слово «предъява»? Вот, вы знаете, ни разу в жизни со мной такого, честно говоря, не случалось. Но случалось, что, ну, скажем, я все-таки учился на историческом факультете, да, идеологические факультеты, вопрос об антипартийной группе, он был достаточно таким частым дополнительным вопросом, на который мне приходилось отвечать. Вопрос об антипартийной группе 1957 года, Молотова, Маленкова, Кагановича и обрекнувшего к ним Шипилова. Я почти наизусть знал это постановление. Вот, тем более, что там не было ничего такого страшного, поскольку все пункты объявления потом стали пунктами обвинения против Хрущева и его снятия в 1964 году. А ваши, ну, спутницы жизни, так скажем, всегда были единомышленницами вашими? Или вот этот аспект, он имел значение, когда вы вообще сходитесь с человеком, неважно, там, нормантическая, товарищеская? А что значит единомышленность? Вы ведь имеете политические взгляды? Нет, вот, мировоззрические, то есть, вот, ценностную систему, что есть хорошо и что есть плохо. Это важно, чтобы человек, с которым вы постоянно или работаете, или общаетесь, разделял ваше представление прекрасным? Или нет? Или вы достаточно в этом смысле человек лобильный? Ну, знаете, так получалось, что всегда это совпадало. А сыновья? Они тоже смотрят на... С сыновьями? Ну, кстати, вот старший мой сын, который учился в Соединенных Штатах, он гораздо ближе к моим взглядам. Может быть, потому что он старше. Что касается, ну, так скажем, средней когорты моих детей, то мы не всегда с ним совпадаем по тем или иным политическим позициям. Когда-то были споры. Кстати, особенно острый в 2011 году, когда была известная избирательная кампания, политическое обострение. То есть, вся история с Болотной. Вся эта история с Болотной, да. То есть, у них были не всегда совпадающие со мной взгляды. Вам приходилось с кем-нибудь из близких вам людей, товарищей, там, не знаю, соратников или, может быть, родственников, вообще расходиться на совсем из-за политических разгласий? Нет. Вообще, в принципе, как вы относитесь к тому, что с людьми происходит метаморфоза, что человек занимал как бы одну позицию, потом он занимает совершенно другую позицию? Я не к тому, что все нынешние круг-крупные действующие фигуры нашего с вами поколения, они в прошлом были коммунисты. Потому что человек, который выбирал для себя как бы стезю политической карьеры, он должен был вступать в партию. А вообще, что человек может резко поменять взгляд и перейти в другой лагерь. Это из-за чего происходит? Если мы, опять же, не обсуждаем какие-то конъюнктурные моменты, связанные с выгодой экономического характера. Нет, ну это бывает. Вы верите в то, что в этом вопросе. В принципе, людям свойственно меняться. По-моему, Лоуэлл, американский поэт, сказал, что есть только две категории людей, которые никогда не меняют свои мнения. Глупцы и покойники. Поэтому все остальные, естественно, как-то видоизменяют свои взгляды. Я тоже не могу сказать, что я абсолютно мыслил так же в каждый конкретный момент в моей жизни. Этого не бывало никогда. И к тому же, мне так кажется, что людям свойственно умнеть с процессом времени, хотя не каждому. Знаете, Чевчиры, по-моему, приписывают высказание, что если человек в 20 лет не либерал, у него нет сет, а если он в 40 лет не консерватор, у него нет мозгов. Климансо, да. Климансо. Это Климансо, да? А насколько адекватный тезис? Ну, я бы, наверное, скорее с этим согласился, потому что действительно со временем вот эта консервативность, она нарастает. Причем консерватизм ведь это такое очень сложное понятие. Как правило, все великие политики, вот мы сейчас перечислим, за небольшим исключением они были консерваторами. Возьмем того же Черчилля, да, вами упомянутого, или Деголя, или Рейгана, или Эйзенхауэра. Это все республиканцы, это все консерваторы, это все христианские демократы, если мы возьмем Аденауэра, да, это все-таки люди консервативных взглядов. Консерватор – это человек, который строит, исходя из существующего фундамента. Но для того, чтобы строить на этом фундаменте, надо изучить этот фундамент, и надо понять его конфигурацию. Либералы очень часто, они исходят из неких абстрактных идей, которые могут совершенно не соотноситься с тем фундаментом общественным, который уже и существует. Поэтому, да, для того, чтобы стать консерватором, надо пройти достаточно большой жизненный путь. – Мы уже говорили с вами про ошибки, а теперь про ошибки другого характера. Вы, как родитель, когда-нибудь ошибались? В чем-то у вас совершали ошибки? – Да много раз, конечно. Не буду даже об этом говорить. Ну, конечно, бывало. Были, были. – А ваш отец в отношении вас? Опять же, мы его именно как о родителе говорим. – Ну, я, честно говоря, очень любил, люблю своего отца, считаю его вообще одним из самых мудрых людей, которым я встречал на планете Земля по своей жизни. Мне сильно повезло. Он был человеком глубоко порядочным и многому меня научил. Были ли с его стороны ошибки? Ну, честно говоря, я не помню каких-то… Знаете, ну, бывало, что я с ним не соглашался с теми решениями, которые он мне предлагал по жизни, но в конце концов ничего такого, чтобы с его стороны повредило, мне когда-либо в жизни не было. И очень многое, что помогло. – А что вы считаете в вашей жизни, в презумпции того, что самый светлый и лучший эпизод впереди, самым периодом, скажем так, печальным, о котором вы неохотно вспоминаете? Был такой период в вашей жизни или событие? – Ну, конечно, самый печальный период, когда вы ходили близкие. Причем это произошло действительно в течение такого небольшого отрезка времени. Сначала дед Вячеслав Михайлович, затем мама, затем отец. Вот этот период, он совпал, кстати, с периодом распада Советского Союза. В чем-то был с ним связан. Во всяком случае, для мамы это было исключительно так. Вы помните, это перестроечное брожение и огромное количество публикаций с разоблачением истории, в том числе, естественно, и Молотова. И одна из таких публикаций рассказывала о том, как моя мама отреклась от своей мамы, когда она оказалась в лагере. – Да, это такая история, да, нашумевшая. – Ну вот, после этого, прочитав такую историю, мама, собственно, и скончалась от сердечного приступа. – Я желаю, чтобы таких историй не было в нашей с вами биографии, чтобы впереди у нас было только все светло. – Спасибо вам. – Большое вам спасибо. – Ну, я, понимаете, в публичном поле уже нахожусь не первые десятилетия, поэтому вряд ли я могу получить вопрос, которого бы я не ожидал. Формат вообще такого, ну, глубокого интервью, он практически на телевидении не существует. Есть очень немного передач, где действительно можно поговорить. Ясно, что ведущему интересно задать те вопросы, которые интересно задать телезрителям.